Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, что из косметических средств желательно и нежелательно применять при беременности и лактации. То есть, что можно и что нельзя беременным и кормящим. На самом деле, конечно, надо в первую очередь разделить эти два состояния, то есть до родов и после родов. На две основные, как говорится, на два основных нюанса. То есть беременным, как правило, нельзя то, что может каким-то образом навредить плоду, либо попав в кровь и напрямую переместившись, проникнув через плаценту к плоду, либо вызвав у женщины, например, гипертонус матки, что может спровоцировать преждевременные роды. Что же касается кормящих, когда женщина уже родила, то, соответственно, нельзя, как правило, опять-таки, что-то такое токсичное, то, что может действительно попасть в кровь, потому что молоко сообразуется из крови. Кто вдруг не знает, а не из того, что мы едим в первую очередь. Но то, что мы едим, может действительно попадать в каком-то количестве в кровь и, соответственно, попадать в молоко. И, кроме того, нельзя, естественно, применять то, что может каким-то образом попасть на кожу ребенка и вызвать какие-то негативные реакции именно у ребенка. Соответственно, если следовать этим правилам, то можно понять, что беременным можно все практически из косметики, потому что мало косметических средств содержат такие компоненты, которые способны проникать в кровь, например. Под запретом находится ретинол, содержащий препараты, потому что, например, ретинол при пероральном приеме обладает негативными последствиями для плода, то есть обладает тератогенным действием, может вызвать мутации. Но это, конечно, естественно, проверялось на животных и в отношении именно ретиноидов, которые применяются пероз, то есть системные ретиноиды. Что касается топических ретиноидов, то они тоже находятся под запретом, потому что можно предположить, что какое-то количество может дефундировать через эпидермис дерма, а там находятся капилляры, и попадать тоже в кровь. Естественно, на беременных никто не проверял средства топические и даже пероральные с ретинолом, потому что гипотетически это может вызвать какие-то негативные последствия со стороны плода. Поэтому ретинол под запретом. Также под запретом всякие агрессивные процедуры и агрессивные компоненты, которые могут вызвать, например, гипертонус матки. То есть ее сокращение и, соответственно, преждевременное изгнание плодного яйца или плода уже из полости матки. Таким образом, нам нельзя во время беременности делать какие-то агрессивные пилинги, нам не рекомендуется делать эпиляцию, если у женщины достаточный болевой синдром, при этом развивается. Нам нельзя использовать, например, разогревающие компоненты, такие как в нашем геле термоинтенсив, потому что разогрев может быть настолько сильный, что вот эти негативные дискомфортные ощущения, боль, жжение могут привести к повышению тонуса матки. То есть ничего агрессивного нам нельзя. Нежелательно также при беременности применять, так как меняется гормональный фон и вообще реактивность кожи, применять компоненты, которые могут оказать потенциально фототоксическое действие, то есть которые могут повысить чувствительность кожи к ультрафиолету. То есть нежелательно какие-то кислоты агрессивные использовать, за исключением, например, азолаиновой кислоты, которая используется, как правило, и разрешена при беременности при каких-то воспалительных явлениях, потому что мы не можем 9 месяцев нелеченые окна, например, оставлять. Азолаиновая кислота, она разрешена. Также допускается применение каких-то отшелушивающих средств, небольшого процента ахокислот, миндальной кислоты, как кислоты с крупной молекулой, которая не обладает таким сильным раздражающим действием и не является фототоксичной. Но, например, средства с кислой формой витамина С или аскорбик кейсид, какие-то отбеливающие компоненты сильные, коевая кислота арбутин, какие-то, например, агрессивные пилингующие средства. Их применять нежелательно, потому что у беременных очень часто развивается такое состояние, как лазма или мелазма у беременных. То есть это гиперпигментация, мозгообразная в зоне лица. И таким образом мы можем, наоборот, спровоцировать вот этими компонентами, которые призваны бороться с пигментацией, ее усиление. Поэтому все эти средства мы используем уже после рода. Что же можно? Можно, естественно, мягкое очищение, можно использовать легкие энзимные, энзимно-фруктовые пилинги для регулярного отшелушивания. Как я уже говорила, в случае воспалений можно использовать средства с азалаиновой кислотой, можно использовать, естественно, различные смягчающие, питательные кремы, можно использовать в качестве легкого отбеливания, например, средства на основе цитрусового пектина, как наш, например, пектиновый гель, который не является фототоксичным, мягко отбеливает, выравнивает тон, предотвращает возникновение пигментации, его можно использовать круглый год, даже в период самого активного солнца. Естественно, обязательно во время беременности, если активное солнце, нужно использовать СПФ, потому что действительно женщина в период вынашивания младенца подвержена больше, чем в другой период своей жизни возникновения, желательно пигментации. Поэтому с первыми лучами весеннего солнышка надо приобретать крем с максимальным солнцезащитным фактором, например, мультипротектор СПФ 50+, ойл-фри, который, кстати, подходит для всех типов кожи, включая жир, ну и для которой сложнее всего найти средства с высоким фактором солнцезащиты. И, в общем, таких правил, как говорится, придерживаться. Что же касается кормящих? Что касается, например, каких-то потенциально аллергичных компонентов, как говорят консультанты по грудному вскармливанию, кормящей женщине можно всё, но что-то из этого один раз. На самом деле действительно есть компоненты, которые могут повысить аллергоготовность организма, они могут вызвать реакцию аллергическую у женщины, и, соответственно, могут спровоцировать какие-то негативные явления у ребёнка в период грудного вскармливания. Например, эфирные масла. Особенно, ну даже я не буду выделять какие-то группы, но всякие цитрусовые эфирные масла, масло мяты, например, цитрусовые – это апельсин, там, например, какое-нибудь мандариновое масло и так далее, и тому подобное, петитгрейн. Они такие потенциально аллергичные эфирные масла, но также и любят использовать всякие противовирусные так называемые эфирные масла, эвкалипт и так далее, равенцара, которые тоже довольно-таки часто вызывают аллергию. Поэтому на самом деле самое безопасное эфирное масло – это масло лаванды, и в период беременности желательно, наверное, им ограничиться. Кроме того, в принципе, реактивность кожи может повысить та же самая кислая форма витамина С, может ниоцин в чистом виде, как в нашем антикуперозном геле, то есть никотиновая кислота. Поэтому в период особенно становления лактации, потому что одно время, когда лактирующая женщина только-только родила, и первый месяц-два у неё только всё это, организм адаптируется, всё устанавливается, и у неё действительно могут быть какие-то не совсем адекватные реакции на пищевые какие-то продукты и на косметические средства. Другое дело, если женщина уже кормит два года, уже, собственно, ребёнок почти взрослый и уже ест нормальную еду, и лактация сохраняется уже, можно сказать, несколькими иными целями, там, конечно, всё попроще и послаблений больше. Но стараться избегать каких-то аллергичных компонентов. Ну и ретинол, и активный ретинол имеется в виду в форме ретинола, ретинальдегида и средства местнораздражающего действия, как правило, при лактации тоже нежелательны в применении, именно потому что они могут случайно попасть на кожу ребёнка. Например, если вы хотите уменьшить объёмы тела и выровнять апельсиновую корку при целлюлите, и используете разогревающий гель термоинтенсив, он достаточно долго, даже если смывать его с рук сразу, может остаться на коже, и случайно можно попасть на слизистую или в глазик младенцу. И, собственно, это... Или там вы меняете подгузник, можете на слизистую попасть. Это, конечно, очень нежелательно, потому что действительно такие неприятные ощущения может вызвать у ребёнка вот это жжение, и, собственно, ребёнок вам не сможет даже объяснить, где у него болит и жжёт. Поэтому лучше, конечно, не использовать вот такие средства, даже не непосредственно, когда вы лактируете, потому что это, в общем-то, не связано никак с лактацией, а когда есть риск, что средство попадёт на кожу ребёнка с осторожностью. Что касается ретинола, то понятно, что с наружных каких-то покровов молоко тоже он не будет попадать, да и, собственно, не в том количестве по-любому, которое может, как говорится, что-то нехорошее вызвать. Но, например, если у вас на лице крем с ретинолом, и вы случайно приласкаете ребёнка и попадёте на его кожицу нежную, то у него точно так же может быть шелушение и раздражение. От такого наружного средства, которое вы используете. То есть здесь как раз больше не лактация, а именно контакт важен. Поэтому, если обобщить, беременным нельзя то, что может вызвать гипертонус, и то, что может каким-то образом, в каком-то количестве опасные вещества попасть в кровь и, соответственно, к плоду. Можно противовспалительные некоторые вещества, такие как азолайновая кислота или сера, например, гель-дематен. Можно использовать всё увлажнение, лёгкое отшелушивание, всё питание и, в общем, любой такой рутинный, спокойный уход за кожей. А при лактации не стоит использовать то, что может вызвать у вас аллергию и, соответственно, спровоцировать что-то у ребёнка подобное. И то, что может просто банально попасть на кожу ребёнка и оказать какой-то раздражающий эффект, нежелательный. Вот, собственно, основные правила использования косметических средств при беременности и лактации. Если у вас будут какие-то вопросы, с радостью отвечу на них в комментариях. Кто сейчас находится в прекрасном состоянии беременности и ожидания ребёнка и в прекрасном не менее состоянии грудного вскармливания, желаю вам прекрасных родов лёгких и успешного длительного грудного вскармливания. Всем всего доброго и подписывайтесь на наш канал, если наша информация была для вас полезна. Буду благодарна за ваши пальчики вверх. Спасибо. 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 Спасибо.